После того, как председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий готовит инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи и большинство депутатов готовы ее поддержать, Госдума разделилась на два лагеря. Одни поддерживают законопроект, другие лоббируют интересы мигрантов. Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Они должны чувствовать себя частью страны, если они приехали к нам либо насовсем, либо просто трудиться. То есть они должны понимать нашу историю, они должны владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки. Они не могут говорить, что вот мы собираемся сейчас что-то делать, если у нас это не принято. Дай, дай, прощай, что! И мы отстали! Первыми высказались главные защитники интересов мигрантов, единоросс Светлана Бессараб, а также сам лидер Единой России в Госдуме Владимир Васильев. Аргументы обоих при этом сводятся к простому тезису о том, что нам не хватает людей. И для этой категории граждан, менее образованных, менее квалифицированных, разрабатывать особые механизмы их принятия в страну. А зачем? Для того, чтобы они здесь существовали, они здесь работают. Они нам зачем? А русские пойдут работать? А русские работают. А русские эту страну создали тысячу лет. Работали? Вот тысячу лет русские работали? Строили города, осваивали Сибирь. Поехали в Среднюю Азию, построили им театры, построили им заводы, построили им дороги, целину подымали. Основывали города, которые сейчас стали их столицами, они русские имена там стерли. А потом вдруг русские перестали работать. Что такое? Вот за последние 20 лет перестали работать. Это миф. Это миф и русофобия. И за этим стоит, я здесь скажу, просто опущусь на классовую основу, алчность нашего капитала. То есть алчность нашего капитала, которая не хочет повышать заработную плату своему российскому пролетариату. И не хочет повышать производительность труда. Тот же Васильев, кстати, после того, как ЛДПР запустили сайт, на котором законопроект поддержало уже 300 тысяч человек, изменил свою точку зрения. Другие защитники переселения мигрантов в Россию пригрозили россиянкам массовыми изнасилованиями. Они заявили, что если мигрантам не позволят привозить в Россию своих жен, то они начнут выходить на улицу российских городов толпами, ловить всех прохожих русских, вне зависимости от пола и насиловать. Они пообещали, что количество изнасилований увеличится в 100, а возможно и в 200 раз. Так получается, что если сейчас они совершают от 1 до 6 изнасилований в день, то в случае принятия закона будут насиловать по 600 или 1200 парней и девушек в день. На фоне их угроз, последние оправдания этнических маньяков и террористов уже не кажутся случайностью. К примеру, в Челябинске судья более чем в два раза уменьшил наказание маньяку-националисту из Таджикистана. Изначально его осудили на 8 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима. Судья посчитал, что это слишком суровое наказание и снизил ему срок до 3,5 лет в тюрьме уже общего режима. Отец девушки в это время находится на фронте и не смог защитить свою дочь. Само преступление произошло в прошлом году, когда девушка вызвала такси и по вызову приехал маньяк из Таджикистана. Он привез ее к себе домой, затащил насильно в помещение и сделал там свое черное дело. Практически одновременно во Владимирской области члена партии «Родина» Магомеда Ахматова наказали за преступление, о котором на YouTube даже рассказывать нельзя. Когда Магомеда поймали, он сказал «Она сама меня спровоцировала». Судья внимательно выслушала мнение уважаемого человека и признала его виновным, наказав того условным сроком. Обычному человеку за такое светит реальный срок. Но Магомед – человек необычный, поэтому уже не в первый раз получает не реальный, а условный срок. Получается, что Магомедушка – рецидивист, который еще ни разу не сидел и продолжает оставаться членом партии «Родина». В итоге мы вынуждены выбирать между преступлениями мигрантов и их засилием в школах, поликлиниках и спальных районах городов и еще большим ростом преступлений с их стороны. Это вообще нормально? Если эти мигранты не могут сдерживать свои низменные потребности, то... Хуй, хуй, они здесь! Справедливости вам и терпения! Мы рассказываем истории обычных людей, до которых нет дела крупным СМИ. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!